Сервисов в городе много. Не все сервисы работают с нами. Это их не проблема. Сервис на Магнитной 109 работает с телевидением. Мы вам сегодня хотим показать новые результаты. Новые результаты, потому что этот сервис не стоит на месте. Но возникает маленький вопрос. Когда вы приезжаете сюда? Такое часто случается, и нет ни одного человека, который бы не приехал, и у которого бы машина не сломалась. Где вы будете делать свою машину? Рано или поздно это случится. Вот вам замечательный вариант, где вы можете подлатать свою машину. Здесь, на Магнитной 109. Но возникает вопрос. Страховка. Очень нехорошая штука. Как со страховкой борются здесь? Особенно летом 2014 года принята единая система выплат. Вступила она в закон очень. То есть до того, как рубль еще начало у нас лихорадить, цены на рынке очень сильно изменились. Цены по методике подправить не успели. Для примера, в ДТП пострадал автомобиль марки Toyota, поврежден капот. Стоимость в магазине составляет 24, ну там примерно до 35 тысяч рублей. Единая методика расчета дает стоимость по капоту 18 тысяч рублей. Соответственно, клиенту никак не может хватить денег на ремонт восстановления его автомобиля. Поэтому наша компания занимается помощью в оценке данного автомобиля. И на сегодня, к примеру, у нас назначена одна экспертиза. Я вас могу также пригласить, и вы вместе со зрителями можете сами воочию посмотреть, как происходит проведение независимой экспертизы страховой компании и проведение официальной независимой экспертизы. Мы с вами это все можем сегодня увидеть. А вы тоже эксперты? Я эксперты. А документики есть? На право осмотре? На право осмотре. Ну что, вы являетесь экспертом? Нет, нет, с собой. У нас есть в офисе все документы. Мы с собой их вывозим. Почему вы с собой удостоверение не вывозите? Вы эксперт? Да. Казак можете? Удостоверение. Нет? Есть. Личность, пожалуйста, паспорт. Кому? На камеру. Ай-яй-яй. Ты их его компания? Да, мы работаем с ними по договору. А договор можете показать? На каком основании проводите? К сожалению, с собой договора нет. Есть в офисе, можете подъехать к нам в офис по адресу Ленина 80. Мы предоставим все документы. Экспертизу проводить можете? Лично я? Да. Да. Есть доступность на кремнике? Есть все в офисе, все документы. С собой ничего нет, да? С собой есть удостоверение личности. Другими словами, мы должны подписать ваши документы, не убедиться в том, что у вас есть право проведения. Вы готовы оплачивать данную работу? Разборку, сборку, осмотр, подъемник, работу. Конечно, но если они будут идти в повреждение... Вы готовы оплачивать? Разбор, сбор вы на данный момент не готовы оплатить. Мы сегодня увидели, человек из удостоверяющих документов мог предоставить только паспорт. Грубо говоря, уважаемые автолюбители, вы можете подойти к бабушке и сказать, давайте посмотрим мой автомобиль. И будет тот же самый эффект. Потому что видите, что страховой компании без разницы, кого отправлять на осмотры, обученного человека, не обученного. Обученный человек обязательно должен состоять в реестре эксперт-техников, должен иметь инструменты, должен как минимум, соответственно, пройти все полностью обучение. А хотелось бы нам рассказать о новинках. О том, что здесь строится цех, крупнейший в городе. Но, простите, не получается. Потому как эти специалисты в суде отстаивают ваши права. А почему такое? А потому что это страховка. И страховка вас не защищает. Она защищает интересы страховых компаний. Бредятина, да. Российская бредятина. Сломан крепеж бампер. Деформация крепежей. И данное повреждение, какое вы сделаете? Замену бампер. Такие бамперы ремонтируются? Нет. А вы, как бы, можете назвать свое имя? Вы эксперт? Да, я эксперт. У вас есть на это право? Конечно, есть. Номер с выскажете в реестре? В реестре 1883. Скрытые дефекты, да? Я прекрасно понимаю, что мы ударились. А возможно, такое случится, что там где-то что-то отвалилось. Но, тем не менее, этот эксперт, который вы сегодня притащили, даже не знаю, кто такой. Честно говоря, вам бы сказал, надо бы с этим товарищем разобраться. То есть, он даже не оплатил расходы, связанные с дальнейшим фактором осмотра. То есть, необходимо разобрать машину, правильно? Да, конечно. Возникает при ДТП, всегда возникает необходимость в разборке автомобиля для выявления скрытых повреждений. Камнем преткновения является в том, что автосервисы предоставляют площади, подъемники, рабочую силу. Но бесплатного ничего нет. Страховая компания на сегодня также услышала, что оплачивать данные услуги не хочет. Ну, конечно, не хочет. Ей неинтересно заниматься проведением скрытых дефектов. А также незначительный ущерб по данному сегодня автомобилю показал, что сломано крепление. А это, мы скажем, не одна тысяча рублей. Надо восстанавливать. Страховая компания не будет деньги выплачивать. Не провела, не будет выплачивать. Почему такое случается? Непонятен результат. Мы платим за машину в кредит. Это наше право. И вы давайте, как оценивайте, так и платите. Потому как в большинстве случаев мы покупаем запчасти у оригиналов. Не парьте нам мозги. Плиз. Удар был такой нормальненький. Человек бы не попал на сумму бампера. А бампер, извините, 9 тысяч стоит. То же самое и у всех остальных. Вы готовы пободаться и доказать в суде, что страховая была неправа? Да, однозначно. Здесь немного не соглашусь. Не то, что как к хламу, а страховые относятся к нам, я такой же автолюбитель, как к быдлу. Это можно сказать, сейчас общепринятные слова, кидалово. Это то же самое. Когда они предлагают нам полюса, сейчас очень сильно страховка возросла. По уральскому региону говорим, что это 40%. Никакие 40% мы здесь не видим, а здесь все 80%. Как дело дошло до выплат, мы, соответственно, начинаем, страховые компании начинают выдумывать и придумывать, что что-либо не платить. Конечно же, происходит выплата, но она мизерная. Вам не хватит на ремонт, восстановление вашего автомобиля. Да, мы обращаемся в суд. Суды на данный момент, мы очень рады, что стоят на стороне автолюбителей. И суды выигрываются. Суды выигрываются, вы получаете с законом, который положено вам в деньги. Но, правда, без судов мы здесь обойтись не можем. Вот такова она российская действительность. И когда все дорастет до принципов Америки или Индии, непонятно. Хотя часть-то есть. Здесь на СТО на казачьи в большей степени работают для вас. Укрывают машину, разбирают ее и быстро делают. И это приятно. Ну а в скором времени здесь достроят нормальный комплекс. И у вас будет место, где вы просто оставите ударенную машину. И в скором времени заберете новую, блестящую. Сюда я уже не первый раз обращался. Ремонтировали мне машину до этого. Там подачек, ну мелочев. Ремонт мне понравился. У меня все удовлетворило. Почему к независимым экспертам обратился? Потому что, во-первых, вот эти выплаты, слухи много по городу ходят, что страховые компании, во-первых, застраховать машину очень тяжело. Если не в очередь, то и цены, и дополнительные услуги навязывают. А в случае какого-то ДТП, как бы стараются меньше выплатить, что ли. Да, выплатят. Выплатят. Суды прекрасно понимают, что такое страхование российское. Но, простите, судиться с страховщиками придется. Хотя не каждый пойдет в суд. А работники СТО на Казачьи это сделают за вас. Так что понимаете, да, кто за вас стоит спиной. Кто за вас идет и в бой, и в суды. Это люди, которые работают здесь. На сервисе на Магнитной 109. Представляете? Люди работают. Люди отбивают ваши деньги. Потому что, если бы они это не делали, вы бы не получили необходимую вам сумму. И вам пришлось бы за это дело доплачивать. А платить-то как-то сильно не хочется. Потому что это, типа, замечательная страховка.